Пусть от испытка сердца С хвалу, ибо ты достоин, ты достоин, Господь, и мы народ твой, который прославляет тебя, который возвеличивает тебя на этом месте И пусть наша слава, пусть наша хвала, она достигает небес, она будет перед престолом твоим, Господь, перед лицом твоим Приятно, приятно, Господи, как благоухание от Фемиана Баши Благодарим тебя, благослови сегодняшний день Благослови проповедь слова твоего, чтобы оно касалось, Господи, слово, чтобы касалось наших сердец И производило твой божественный труд, Господь Помоги нам открыть наши сердца пред словом твоим Помоги нам убрать всякие предрассудки, Господь И быть перед тобой, Господи, нищими духом, нищими духом Теми, которые жаждут, теми, которые ожидают от тебя, Господи, слово Слово, слово, как воду в жаркий день, Господи Как воду, когда наш организм, он просто изморен, изнеможден И жаждет этого глотка воды Дай нам то, а также жаждет, Господи, этого глотка духовной пищи, духовной воды, которая поднимет нас Благодарим тебя и славим И весь народ да скажет Аминь Воздайте Богу хвалу, он достоин Халилюя, халилюя, давайте хороший шум хвалы ему поднимем Халилюя, халилюя Спасибо прославлением, спасибо вам, спасибо Присаживайтесь в любви Божией Скажите приятные слова, добрые слова своему соседу Можете подержать его за руку Слава Господу, слава Богу Рад вас всех видеть, дорогие друзья Приветствую вас в церкви Ковчег В этот воскресный, солнечный день А где-то уже снег Чувствуете разницу? А где-то уже снег Не зря кто-то однажды сказал Что знал бы Прикуп, жил бы в Сочи А мы знаем Бога и живем в Сочи Да, слава Господу Как я однажды сказал, люди говорят Ну, конечно, здесь можно так жить Я говорю, извините, после моей нелегкой жизни Я привыкаю к раю А то резкий переход может травму нанести Моему организму изнеженному Поэтому слава Богу за то, что мы живем в Сочи Правда? Аллилуйя, слава Господу Воздайте Богу хвалу А вообще, слава Богу, что мы вообще живем И не важно где Главное, что с Богом Где бы ты ни был, если ты с Богом, жизнь прекрасна Аллилуйя Не все так думают, потому что Бог имеет свойство менять нас И когда Он меняет нас Тогда нам не очень, слава Богу Но это хорошее время, когда Бог меняет тебя Это самое главное в Его плане Дать тебе возможность И создать обстоятельства таким образом, чтобы ты приобрел Утраченный в результате греха образ Божий И когда Бог нас меняет, всегда нелегко, всегда больно Но это так здорово, когда ты смотришь на себя И ты понимаешь, что ты еще чуть-чуть, чуть-чуть, еще чуть-чуть больше стал похож на нашего Господа Иисуса Христа Я вам желаю каждый день преображаться в образ нашего Господа Иисуса Христа Это и есть суть христианства Преображаться в образ Иисуса Христа на благо других Некоторые просто сами преображаются, но не на благо других А тут суть еще в том, чтобы преображаться во благо других Чтобы люди, которые окружают тебя, они почувствовали разницу Между неверующим тобой и верующим тобой И эта разница в каждом дне была все более и более очевидна Вот оно, настоящее христианство, друзья Жить во благо других, а не только себе Ну, об этом как-нибудь потом Сегодня хотел бы сказать об одном приятном происшествии Случае, моменте, который вчера у нас случился У нас образовалась новая семья Это семья Белоусовых И можно мы их вызовем Они герои Они совершили такой нелегкий труд к этому Пастор их разлучил в одно время Развел по сторонам, как корабли Они каялись долго И позавчера состоялось Позавчера состоялось перед государством событие Да? А вчера мы их повенчали Слава Богу Да И я вам скажу, для них это было нелегко Они заплатили цену Они были в послушании все это время Ну да Поэтому давайте церковь, мы их поздравим И можно мы им от нас, от церкви Подарим вот такие цветы И протяните руки, мы их поздравим Мы вас поздравляем с созданием семьи И верим, что вы пронесете это достойное звание Семья через всю вашу жизнь И не разрушите никогда тот брак И тот завет, который вы заключили перед Господом Дорогой Небесный Отец Мы благодарим тебя за эту супружескую пару Которая образовалась в твоем присутствии И мы верим, что благодать твоя Помазание твое Будут пребывать неизменно на них Ты будешь, Господи, вести их своей рукой, Господь Ты будешь ограждать их Ты будешь защищать их Ты дашь им потомство Ты дашь им благословение Дашь материальное обеспечение Для того, чтобы всей своей жизнью Они прославляли тебя Во имя Иисуса молились мы тебе Аминь Поздравляем вас Присаживайтесь Слава Господу Слава Богу Что у нас образовываются семьи И я думаю, что скоро еще люди объявят О том, что они хотят создавать семью Так что Кто там такой смелый Кто там кричал? Все хотят А сейчас давайте мы поприветствуем Всех наших телезрителей Особенно телезрителей канала Вера 24 Всех, кто нас смотрит в соцсетях Мы вас приветствуем из церкви Ковчег Будьте благословлены тем словом Тем служением, которое вы сегодня будете видеть Пусть Господь неизменно пребывает с вами Мы молимся за вас и желаем, чтобы ваша жизнь была благословлена Давайте нашим телезрителям подарим аплодисменты Аплодисменты И хочу еще сказать В четверг у нас начинается конференция Поэтому, дорогие друзья Вы видите спикеров, кто будет Это не все Кого мы хотели пригласить Некоторые не смогли приехать Владимир Юрьевич, он не смог приехать Извинился, сказал Будет там у них тоже конференция по бизнесу Его там пригласили главным спикером Он будет там, но на 10 лет В следующем году 10 лет Мы грандиозные события Проведем юбилей такой первый, маленький Мы соберем больше гостей Поэтому я хотел бы вам сказать Поддержите конференцию Будьте на всех собраниях Это очень важно Возьмите отгулы, отпуск мини Для того, чтобы не было здесь пустых мест Для того, чтобы любой проповедующий Он проповедовал как в самое топовое собрание Чтобы здесь всегда было много людей Хорошо? Придите Я уверен, вы будете благословлены Потому что Бог приготовил нечто необычное Хорошее предвкушение И с понедельника по среду у нас будет пост Мы не будем приходить сюда вечером Поститесь по домашним группам Поститесь индивидуально Благословляйте конференцию Главное, чтобы Дух Святой действовал здесь Чтобы Он наполнял Чтобы Он обличал Чтобы Он вдохновлял Чтобы Он чудеса и знамения производил Молитесь об этом Нам очень важно, чтобы было помазание На этой конференции И судьбы людей Они менялись в лучшую сторону В лучшую и в лучшую и в лучшую От славы в славу От силы в силу Аминь Хорошо, воздайте Богу хвалу Друзья, я хотел бы сегодня Попроповедовать на тему Которая называется Сокрушая ограничение невозможного Или невозможное С Богом становится возможным Повернись к соседу и скажи С Богом тебе все возможно Халлилюя С Богом тебе все возможно Халлилюя Друзья, когда будущий математик Джордж Данцик Был еще студентом С ним произошла занимательная история Он очень любил учиться В отличие от некоторых из нас Он очень любил учиться И часто засиживался за заданиями допоздна И поэтому иногда опаздывал на занятия Вот однажды с ним произошло То, что он опоздал На лекцию профессора Неймана Лекция по математике И пришел на 20 минут позже Он зашел в аудиторию Увидел задание на доске Подумал, что это домашнее задание Быстро переписал себе в тетрадь И досидев до конца Уроков, скажем так, или занятий Пошел решать эти задачи И он голову ломал Несколько часов над этими задачами Потому что они показались ему Очень трудными Но в итоге он решил эти задачи На следующий день принес профессору Нейману Решение этих задач Профессор не обратил на это внимание Взял это решение Но через несколько дней Он ворвался с ликованиями в дом Данцига Обнимал его, ликовал его Оказалось, этот студент Решил две задачи, которые тысячу лет Не могли решить никакие математики Даже Эйнштейн ломал над ними голову И он так не решил эти задачи А все потому, что Данциг Не был обременен славой этих задачей Он не слышал преамбулу Он пропустил самое важное Когда профессор рассказывал о том Что эти задачи невозможно решить Они из ряда неразрешимых Он этого не слышал И поэтому приложил все усилия Думая, что это домашнее задание Вот так, простое незнание, друзья Сокрушило ограничение невозможным Аллилуйя Давайте этому профессору Этому математику Сегодня великий математик И знаете, я заметил, что жизнь На нас, на людей Накладывает очень много ограничений Опыт человечества Наш личный опыт Те достижения науки, которые она открыла Говорят нам несколько раз в день Что это невозможно Они ограничивают нас И говорят нам Невозможно Вот это невозможно Это невозможно И мы встаем перед этими вещами И принимаем их Как будто они точно невозможные Мы даже не пытаемся с ними сражаться Потому что в нашем интеллекте В нашем разуме Стоит парадигма Невозможно Однажды ученики Иисуса Христа По заданию Иисуса Перебирались на другой берег На лодке Сам Иисус после Хорошего служения Утомился и пошел на гору Помолиться А их отправил Перебраться на ту сторону И вот когда они плыли Или шли по морю Начался шторм Противный ветер Бил лодку Волны Заливали в лодку воду И ученики Они естественно были в растерянности Они понимали Что происходит что-то ужасное Лодка может пойти ко дну Между ними Как минимум было Три рыбака Которые знали Условия моря Которые знали его поведение Которые знали Чем это может закончиться Потому что они понимали Что вода в лодке Она приводит к гибели Что сейчас Чрезвычайные обстоятельства И скорее всего Они бегали по этой лодке В ужасе и в испуге И вдруг они видят Фигуру идущую по воде И естественно Они испугались И в Писании говорит Что они даже Вскрикнули Закричали Воскричали Потому что они понимали Что человеку невозможно Ходить по воде Мы же с вами знаем Что человек Не может ходить по воде Так как Закон физики говорит Что натяжение Поверхности воды Оно ничтожно мало Для того Чтобы выдержать Вес человека Опирающийся На малую площадь Своей подошвы Понимаете И мы прекрасно понимаем Что физика Законы физики Нам говорят Что этого невозможно И ученики Они тоже раньше Никогда не видели Чтобы кто-то ходил По воде И сами не ходили По воде Они ходили По воде на лодках Я когда был В Астрахани Мы поплыли В Каспийское море Пошли В Каспийское море На лодке И застряли там Понимаете Вот первый раз В море застрял На лодке Первый раз И вот тогда Я почувствовал себя Как Петр Из-за того Что лодка Перестала плыть Или идти Как правильно говорить Мы вышли из нее И вот Петр Он по воде пошел А мы пошли По дну моря Толкая эту лодку Я понял Что мы как Петр Но не как Петр Мы шли по дну А он по воде Потом И Иисус шел По воде На встречу К своим ученикам И они понимали Что этого невозможно Поэтому страх Обуял Их сердца Вот призраку 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 Другое дело Они понимали Может быть это призрак Идет навстречу им Потому что человек Невозможно Ходить по воде Знаете Вот наш разум Он так устроен Что мы привыкли Контролировать Всякую ситуацию Которая с нами Происходит Мы контролировать Хотим Всякие обстоятельства И когда эти обстоятельства Выходят Из нашего разумения Из-под контроля Так сказать Мы начинаем Бояться Страх Начинает поражать Наше сердце Страх Начинает поражать Наше разумение Мы потому что Теряем контроль Над этих обстоятельствах И мы перестаем Узнавать Христа Идущего нам Навстречу Нам же надо Чтобы Христос Пришел По нашему плану По нашему Религиозному плану По нашему Житейскому плану Потому что Мы лучше всех Знаем Как нам надо Помочь Мы лучше всех Знаем Как вот в этой ситуации Бог должен действовать И мы составляем Такой перспективный план И даем ему Господу Даем его Господу И говорим Господь Вот Тебе даже трудиться Не надо Я уже придумал Как мне помочь В этой ситуации Ты просто благослови И действуй По моему плану И они наверное Тоже так же думали В лодке Знали Как им надо Помочь Наверное Надо послать Было бы Спасательные шлюпки Которые бы Взяли их на борт И вытащили бы Из этой бури А тут человек Идет по воде Навстречу Естественно Их разум Не мог это принять Они не могли Этого осознать И они убоялись Они устрашились Потому что Невозможное Стало ограничивать их Вы знаете Иисус Даже тогда Когда мы отвергаем его Он приходит к нам На помощь Всегда На наш путь Становится И когда он приходит Он первое что тебе говорит Не бойся Так было И здесь С учениками Когда они убоялись И думали Что это признак Призрак Иисус им сказал Не бойтесь Это я Знаешь Вот Бог приходит И сразу Что он делает Он успокаивает Твой страх Он говорит тебе Не бойся И дает тебе Мир Потому что он сам Является этим миром Он успокаивает Бурю в твоей жизни То было и с учениками И дальше мы с вами читаем Давайте откроем Матвея 14 главу Из 27 стиха прочтем Все хорошо у вас Нормально Прямо так вот Чувствую что проповедую Прямо кому-то Такая тишина Так внимательно Молодцы Петр сказал Только вот Единственное что Страницы не шелестят Да Вот раньше Видите чем Современность Отличается от прошлого Раньше Шорох Говоришь Откройте Матвея И шорох Стоял Бесталь А сегодня Все уже бесшумно Работает Прогресс Слава Богу Сегодня надо говорить Давайте Включим Свои Библии Да Включите Свои Библии Не откройте А включите Свои Библии И здесь написано Петр сказал ему В ответ Господи Если ты Повели мне Прийти к тебе По воде Он же сказал Иди И выйдя из лодки Петр пошел По воде Чтобы подойти К Иисусу Но видя Сильный ветер Испугался И начав утопать Закричал Господи Спаси меня Иисус тот час Простер руку Поддержал его И говорит ему Маловерный Зачем ты усомнился И когда вошли Они в лодку Ветер утих Бывшие же в лодке Подошли Поклонились ему И сказали Истинно Ты Сын Божий Друзья Позвольте мне Сегодня Со всей ответственностью Заявить Что верующему Человеку Возможно Все Потому что Библия говорит Что Абсолютно Все возможно Когда ты Верующий человек Все возможно Верующему человеку И мы видим Как Петр Он выходит Из лодки И делает Невозможное Он сокрушает Пределы Или ограничения Невозможного И начинает Идти по воде И если вы хотите Быть теми людьми Которые будут Сокрушать Пределы Невозможного В своей жизни Я хотел бы Оставить вам Несколько Советов Первое Первое Преодолейте Страх И выйдите За пределы Привычного Друзья Страх Это то Что не дает нам Идти дальше Обычного Дальше Чем всегда Страх Не дает нам Выходить За пределы Привычного Он Тормозит Нас Так как Страх Прежде всего Поражает Нашу веру Где есть страх Там нет Веры Страх Он атакует То малое Зерно Горчичной Веры В которые Тебя посеяло Слово Или лидеры Твои То Которое Может Вырасти И сокрушить Пределы Ограничения Невозможным Он делает Так Чтобы вера Твоя Потерпела Крушение Потому что Страх Он прежде всего Направлен На твою Веру И есть Способы Как преодолеть Страх Первое Что нужно Сделать Это Ходить В любви Отца Потому что Писание Говорит Что совершенная Любовь Она Изгоняет Всякий Страх Мы должны Понимать Что нам Дано Наивысшее Звание Во всей Селенной Которое Говорит Что мы Дети Божьи Поймите Дитё Божье Это главное Призвание Которое Имеет В себе Верующий Человек И ты Никогда Не должен Оставлять Это призвание Потому что Оно Всегда Говорит О наличии У Бога К тебе Любви Потому что Мы простые Родители Мы любим Своих Детей Есть здесь Кто не Любит Своих Детей Нет Все Любят Своих Детей А Бог Тем более Любит Своих Детей Мы Возлюбленные Люди Возлюбленные Дети Извиняюсь Бог Любит Каждого Из нас Аллилуйя Когда Дьявол Подошел К Иисусу Христу И начал Говорить С Ним В пустыне Он Ему Сказал Что ты Сын Божий И он Ни грамма Не соврал Оно Так и было Иисус Христос Есть Сын Божий Но перед тем Мы видим Что Иисус Пришел на Иордан Для того Чтобы принять Крещение И глаз Божий Сказал Что ты Мой Возлюбленный Сын Когда пришел Дьявол Он Украл Всего лишь Одно Слово Возлюбленный Он Сказал Истину Что он Сын Но он Украл Слово Возлюбленный И знаете Когда дьявол Приходит К нам Он Так же Делает Он Крадет У нас Это слово Возлюбленный Для того Чтобы ты Не чувствовал Любовь Бога Для того Чтобы ты Не мог Прорваться Для того Чтобы ты В трудных Обстоятельствах Сомневался В любви Божьей Мы так Чувствуем Люди Себя Когда мы Достигаем Каких-то Высот Когда мы Что-то Смогли Сделать В своей Жизни То тогда Мы чувствуем Что Господь Нас Любит Знаете Мы как бы Пытаемся Заслужить Любовь Божью Вот ты Сегодня Ходишь В такой В победе В такой В прорыве И ты Чувствуешь Что Бог Тебя Любит А иногда Ты потерпел Поражение И тебе Кажется Что Бог От тебя Отвернулся Но это Не так Бог Любит Тебя Во все Времена Потому что Ты его Дитё Он Возлюбил Тебя Любовью Вечной И он Сказал Что не Оставит Тебя И не Покинет Тебя Поэтому Когда ты В трудных Ситуациях Вот с тобой Рядом Твой Отец Не просто Бог Не просто Творец Не просто Судья Праведный Да и Аминь Он таков Но он Прежде всего Отец Потому что Иисус Нам Открыл Его Как Отца И он Хороший Родитель Бог Хороший Родитель Бог Очень Хороший Родитель Воздайте Ему Славу Посмотрите Что написано В послании К римлянам 8 глава 14 стих Ибо все Водимые Духом Божьим Суть Сыны Божьи Потому что Вы Не приняли Духа Рабства Чтобы Опять Жить Страхе Но Приняли Духа Усыновления Которым Взываем А вы Отче Сей Самый Дух Свидетельствует Духу Нашему Что Мы Дети Божьи Послушай Если Ты наполнен Духом Божьим Первое Что он делает Он Свидетельствует Тебе Что Ты Сын Божий Что Ты Дитё Божье Ты должен Всегда Себя Так Чувствовать Тогда У тебя Не будет Страха Второе Как Можно Победить Страх Это Ходить В Божьем Страхе Наполненным Божьим Страхом Потому Что Божьи Страх Он Всегда Поглощает Все Остальные Страхи Друзья Мне Странно Иногда Я Никого Не Хочу Осуждать Но Мне Странно Иногда Видеть Верующих Людей Которые Боятся Летать На Самолетах Которые Боятся Ездить Ездить В Лифтах Которые Боятся На Поезде Проехать Замкнутого Пространства Фобии Такие Имеют Тогда Вопрос Доверяешь Ли Ты Господу Тогда Ты Понимаешь Что Жизнь Твоя Не В руках Господа Тогда Ты Сам Хочешь Контролировать Свою Жизнь И Ты Боишься За нее Да Есть Какие То Страхи Которые Удерживают Нас От Глупых Поступков Переходить Например Улицу На Красный Свет Или Еще Какой-то Глупый Поступок Спрыгнуть С Девятого Этажа И У Тебя Страх Такой Есть Это Хороший Страх Он Удерживает Нас Но Извините Меня Когда Страхи Которые Ограничивают Вам Вас Не Дают Вам Путешествовать Не Дают Вам Быстро Передвигаться Это Нехорошие Страхи От Нех Надо Избавляться Избавляться Тем Что Вы Должны Понимать Что Вы Возлюблены Богом И Бог Контролирует Всякую Ситуацию И Ваша Жизнь В Его Руках И Если Он Положит Предел Вашей Жизни Здесь И Сейчас То Оно Так Будет Никто Не Остановит Этого Но Если Он Дал Вам Возможность Жить До 120 Лет Вы Проживете До 120 Лет И С Вами Ничего Не Случится Поверьте Мне Потому Что Бог Он Тот Который Дает Жизнь И Никакой Самолет Не Может Ее Отнять Алли 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 Я Слышал Однажды Историю Пастора Который Спешил В Аэропорт И Он Попал В Пробку А Летел На Конференцию И Пробка Была Ужасная Он Не Мог Из Выбраться И Понимал Что Опаздывает Опаздывает На Самолет Он Молился Господу И Говорил Господь Ну Почему Так Я Там Главный Спикер Пусть Эта Пробка Рассосется Знаете И Парализовывал И Там Замораживал Как мы Это Любим Делать И Связывал И Развязывал Ну Пробка Как стояла Так и Стояла И Он Опоздал На Самолет Это Реальный Случай И Потом Он Слышит Что Этот Самолет Этот Самолет Был Как Помните Несколько лет Назад В Казан Летел Самолет Там Сотрудники ФСБ Были Сын По-моему Президента Такие Высокие Чиновники Он Должен был Быть На этом Самолете И Этот Самолет Упал Бог Все Знает Друзья Бог Контролирует Вашу Жизнь Научитесь Просто Ему Доверять Научитесь Просто Ходить Страхи Божьим Научитесь Просто Вверять Свою Жизнь Особенно В трудных Обстоятельствах В Его Руки Скажите Аминь Аллилюя И второе Невозможность Становится Возможным Только Тогда Когда Об этом Говорит Господь Друзья Петр Получил Слово От Бога Иди Он Не Просто Выпрыгнул Из Лодки И побежал По воде Он Спросил Иисуса Повели Мне Я Не знаю Для чего Это было Нужно Господу Но Господь Дал ему Слово Иди И Петр Пошел Не по воде А по Слову От Господа Если в твоей жизни Есть Слово От Господа Ты будешь Идти по Нему Посмотрите Потому что В Писании Мы видим Что самые Великие чудеса Самые Великие Разрушения Ограничений Невозможным Они происходили По Слову Божьему А мертвелые Утробы Сары По Слову Божьему Была Способна Родить Исаака Моисей По Слову Божьему Ударил Посохом О землю И море Разделилось На две половины Иисус Навин И его Войска По Слову Божьему Воскричали И стены Иерихона Рухнули Гидеон По Слову Божьему Одержал победу Над бесчисленным Воинством Всего Всего В триста Человек По Слову Божьему Петр Становится Поэтому друзья Тебе нужно Слово Божье И третье Если у тебя Есть Слово От Бога Тогда иди И не смущайся Иди И не смущайся Многие Тысячу Подтверждений Хотят Увидеть Или услышать Когда есть Слово От Бога Иди Иди Как Петр Вышел Из лодки Если бы он Стал рассуждать И думать А смогу ли Пройти Или не смогу Ли пойти По воде А пусть еще Что-то подтвердит Что мне надо Идти Он вышел Не сомневаясь Из лодки И пошел По воде Иди Если есть Слово От Бога Потому что Почему мы Не идем Потому что Мы смотрим На обстоятельства Через Своей способности Мы Оцениваем Себя Глядя на то Что мы умеем Ну послушай Меня Дорогой друг Смотри На обстоятельства Не через Своей способности А через Всемогущество Бога Бога Богу все Возможно Друзья Бог все Может Сотворить Четвертое Не слушай Сомнений Людей Не слушай Сомнений Людей Я Представляю Какой разговор Начался В лодке Когда Иисус Вернее Когда Петр Сказал Иисусу Повели мне Выйти Из лодки Иисус сказал Наверное Ученики В лодке Повествование Повествование Этого Рассказа Я думал А почему Наверное Ученики Не хотели Писать О своих Сомнениях А Матвей Почему Написал А он Наверное Меньше всех Сомневался И не мог Не оставить Без внимания Этот случай Знаешь Люди Они всегда Будут тебя Отговаривать Им не хочется Чтобы ты Сделал Больше Чем они Потому что Иногда Бог приходил К ним И говорил Сделать То же самое Что он Сейчас Говорит Тебе И они Не решились Они Не пошли И вдруг Ты говоришь О том же Самом Что Бог Говорил Им И они Тебя Начинают Отговаривать Чтобы ты Не ходил Знаете Когда я Приехал В Сочи Я не встречался С местными Пасторами Целый год Намеренно Не за Потому что Они плохие Они лучше Меня Но я Примерно Знал Что они Мне скажут И я Хотел Посмотреть Обстановку Сам Хотел Увидеть Этот Город Хотел Почувствовать Духовную Атмосферу Молился Богу И когда Прошел Год Я Встретился С первым Из них И знаете Что я Думал То и Произошло Это мы Делали Не получится Туда мы Ходили Не будет Это Не работает То Вообще Не от Бога Слава Богу Что иногда Ты не слушаешь Тех Кто Сомневается Друзья Имейте Рядом С собой Людей Которые Будут Растягивать Ваше Мышление Которые Будут Вас Толкать Вперед Которые Будут Вас Заставлять Расти А не Стоять На месте Не тех Которые Ограничивают Вас А тех Которые Дают Вам Возможность Сокрушать Ограничения Не тех Которые Вам Говорят Невозможно А тех Которые Говорят Можно Можно Возможно Потому что С Богом Возможно Все Аллилуйя Если даже Тебе Невозможно То Богу Это Будет Возможно Знаете Вы Может быть И не сможете Потому что Пытаетесь Сделать Своими Силами А мне Сказал Господь И я Пойду И сделаю Потому что За этим Стоит Господь Будь С теми Людьми Которые Вдохновляют Тебя Не Слушай Песеми Оптимистов Будь С оптимистами Рядом И ты Будешь Расти И они Будут Тебя Вдохновлять Аминь Слава Господи Это Было Предисловие Теперь Я Начну Проповедовать Да Теперь Хочу Самым Главным Серьезно Поговорить С вами По Домашнему Потому что Вижу Проблемы В Жизнь Людей Потому что Они Сбились С истинного Пути И хотел бы Поговорить Об этом Как хотите Принимайте Я буду Это Говорить Потому что Это в моем Сердце Есть И я Вижу Как Это Работает Послушайте Послушайте Меня Когда Мы Смотрим Пятый Пятый Пункт Пригласи Христа В свою Лодку Пригласи Христа В свою Лодку Петр Усомнился И стал Тонуть И когда Он Пошел Под воду Мы видим Христос Подал Ему Руку Христос Всегда Рядом С тобой Готовый Протянуть Тебе Руку В трудные Времена Он Не Оставит Тебя Стоит Только Попросить О помощи Он Приходит Он Помогает Он Дает Вспоможение Всегда Своим Детям Всегда Я Не Верю Если Ты Был В Трудной Ситуации Чтобы Господь Тебе Не Помог Я Не Верю Этому Мой Бог Другой Значит Может Ты Другому Богу Поклоняешься Или Ты Хочешь Сделать Грех Он Не Помогает Совершать Грех Но Если Ты Действительно Нуждаешься В помощи Иисус Всегда Рядом Иисус Всегда Рядом Послушай Иисус Всегда Рядом Не Сомневайся И Он Всегда С протянутой Рукой Готовый Взять Тебя За руку И Вытащить Из Ситуации Сложной И вот Когда Послушайте Меня Когда Петр Шел И Смотрел На Иисуса У него Была Способность Ити По Воде Как Только Он Усомнился Впустил Малейший Страх Увидев Бурю Шторм Волны Высокие Он Начал Тут же Тонуть Написано Но Иисус Поддержал Его И Меня Удивляет Эта История Иисус Его Не Под водой Дотащил До лодки Он Его Поставил Перед Собой И Говорил Ему Зачем Ты Усомнился Некоторые Думают Что Иисус Его Держал Под водой Говорят Слышь Петр Ты Че Усомнился А он Там Булькал Под водой Буль Буль Нет Он Его Поставил Перед Собой И Они Стояли Двое На Воде И Он Ему Говорил Петр Зачем Ты Усомнился Он Разговаривал С ним В этот Момент Он Утверждал Его Веру Послушай Иисус Не Только Помогает В трудной Ситуации Он Укрепляет Нашу Веру Он Говорит Слово Нужное В твою Жизнь Для того Чтобы Твоя Вера Окрепла Для того Чтобы Она Стала Твердой И ты Смог Противостоять Своей Твердой Верой Всем Обстоятельствам Потому что Дьявол Ходит Как Рыкающий Лев Ища Кого Поглотить Но Если Мы Встаем Перед Дьяволом Твердой Верой Сказано Что Он Убегает От Нас Не Уползает Не Уходит А Быстро Убегает От Тебя Потому что Твоя Твердая Вера Способна Сокрушать Ограничения Невозможным Способна Сделать Так Что Ты Будешь В прорыве Ну вот На что Хочу Обратить Внимание Друзья Мои Когда Петр Упражнялся Сокрушать Пределы Невозможного И ходил По воде А Иисус Тренировался Как Спасать Людей В чрезвычайных Обстоятельствах Ученики Терпели Бедствие Никто Не обращает На эту сцену Что Буря И шторм Они Продолжались И в лодке Был хаос В лодке Было Сметение В лодке Среди Учеников Была Проблема В тот момент Как Иисус Разговаривал С Петром И говорил ему Зачем Ты усомнился Проблема Не закончилась Но Библия Говорит Как Только Иисус Вошел В лодку Шторм Успокоился Шторм Успокоился Пригласи Иисуса В свою Лодку Знаете Иногда Иисус В нашей Лодке Плывет И спит Как это было Однажды С учениками Уснул Не дай ему Спать Разбуди Его В своей Лодке Но вот Самое Важное О чем Я хочу Сказать Петр Вошел В лодку Не один О вернее Иисус Вошел В лодку Не один А с кем С Петром Знаете Когда Петр Отвернулся От Иисуса Христа Он убежал И стал заниматься Своими делами Рыбу ловить И помните В Иоанна В 21 главе Иисус Пришел туда Где Петр Ловил рыбу Петр Петр Узнал Иисуса Выпрыгнул Из лодки И поплыл К нему Навстречу И когда он Вышел На берег Он видел Что был Разожжен Огонь Была Приготовлена Еда Иисус Нас Всегда Насыщает И состоялся Такой Может быть Неприятный Для Петра Разговор Где Иисус Его трижды Спросил Любишь ли Ты меня Петр Помните И Петр Отвечал Люблю Иисуса И каждый раз Когда задавал Иисус Ему этот вопрос В конце Его он говорил Паси Моих овец Паси Моих овец Знаете Как будто бы Он давал Помазание Пастора Петру Не как будто бы А так и было Он давал Это помазание Пастора Петру Чтобы он Был пастором Многие говорят Давайте попрощаемся С нашими телезрителями Дорогие телезрители Мы благословляем вас Пусть Бог Неизменно Пребывается С вами Аминь